на ремонте вот такой музыкальный центр Panasonic. модель SA-AK28. поломка какая? он то работает то не работает. но в данный момент не работает. вот такая поломка сразу чик при включении f61 включаешь бывает говорит что включается но включаешь музыку и опять f61 отдавался на ремонт была найдена поломка как бы не поломка а место поломки откручиваем корпус и сейчас покажу снял я корпус везде по кругу снимаете винты и вот здесь есть плата если ее немножко вот так вверх подтянуть то сейчас покажу вот я там одновременно не могу значит туда туда подставляли какие-то прокладочки если прокладочку подставить то он заводится и все в порядке вот сюда под плату но кто-то уже какой-то мастер просто подложил прокладок и отдал эти прокладки снял но суть в чем что тут вот какая-то ножка стоит подложен подложена туда было суть в чем что я думаю что вот эти соединения такие вилочные с той стороны от того что задняя стенка вот так вот вибрирует вместе с платой вот так я думаю что вот вилочные там распаялись кольцевые не пропаять и если его пропаять снизу но для этого нужно все разобрать поэтому мастер не захотел разбирается все но долго нужно эту заднюю как-то крышку снять потом открутить все платы и только тогда появится доступ снизу но вот предварительная оценка так когда все это откручу но откручивается просто все винты откручиваем вот я тут сзади два винта открутил верхняя вот эта крышка уже отошла и теперь все остальное откручиваем заднюю панель а потом еще и откручиваем сами платы внутри есть винты и тогда это все снимается шлейфы все шлейфы можно не снимать а просто перевернуть чтобы был доступ к распайке но это предварительно и я так думаю на там посмотрим и так я заднюю стенку открутил оказалось что эти платы разъемные вот эти смотрите вот эти спайки под увеличителем я посмотрел вроде бы неплохие но уже увидел что смотрите когда до этой нижней еще не добрался можно ее открутить но я пока не буду я хочу попробовать сейчас греется паяльник вот эту плату смотрите вот здесь эти две на вот такой стяжке вот здесь распайка и вот здесь значит два разъема вот это и вот и вот и вот вот здесь вроде неплохие контакты а вот здесь с трещин сверху вот здесь с трещинками я сейчас просто распаяю до добавлю сюда немножко припоя немножко обновлю пайку дело в том что вот эта часть прикрепляется жестко а вот здесь он в воздухе и вибрирует на этой стороне и скорее всего вот здесь вот кольцевые трещины это мы проверим сейчас нагреется паяльник сверху я вообще везде пройдусь но однако я думаю что вот эти верхние во всяком случае видно что они не очень целые есть небольшие кольцевые трещинки ну вот сейчас я пытаюсь навестись чтобы вы увидели что такое кольцевые трещинки вот как видите с этой стороны небольшие трещинки есть возле контактов верхних да там где 6 возможно пытаюсь я сфокусироваться и вот думаю что сейчас я это поправлю ну что же я ту верхнюю которую плата которая здесь вставляется пропаял поставил не помогло ну а теперь вот те разъемы о которых в самом начале мы говорили вот если их перевернуть и посмотреть как бы вам это сказать если если то были если то считались трещины то здесь дырки обратите внимание на дырки вот в этих особенно с левой стороны левый и так далее силовой это тут дыра махи как видите да абсолютно оторванная поэтому пропаиваем и здесь и я думаю что все будет ну что же берем просто паяльник не знаю тут наверно около 40 ватт последовательно проходим и обпаиваем весь разъем с добавлением припоя здесь немножко вот тут наверно недостаточно сейчас секунду возьму добавлю флюса и пойдем дальше итак пропаиваем весь разъем я наверно пропаяю и это левый я наверно и правый тоже пропаяю раз уж добрался проблема в том что почему и предыдущий мастер наверно сюда не пошел добираться очень уж очень проблематично легче и тогда картоночку подложить и тогда собственно все ну я сейчас еще и этот разъем пропаяю на всякий случай но здесь таких кольцевых трещин нет как здесь ну что же покажу что получилось после пропаяки вот этого разъема снизу не вот этого платы которая лежит горизонтально это вертикально внизу там были сильнейшие кольцевые трещины значит я включил включаю кнопку включается шатаю эту плату которая сзади туда-сюда для того чтобы определиться все ли хорошо пропалоялось я шатаю все нормально работаю ну собственно ремонт произведем как видите непростой в том смысле что нужно добраться было но своими средствами каждый в принципе если захотеть все таки решить этот вопрос можно поковыряться и догадаться что если здесь шевелим и здесь проблема то где-то ее здесь нужно искать ну конечно нужно все разобрать а тут нужно было ну все раскрутить и только тогда можно вместе с нижнюю плату пришлось откручивать вместе с радиатором потому что по-другому никак он вместе это радиаторы микросхем поэтому пришлось все раскручивать но зато все работает повторяйте подписывайтесь на канал сможете и самостоятельно ну кстати канал рассчитан на то что вы можете задавать вопросы давайте комментарии спрашивайте как то или иное можно отремонтировать если у меня есть такая возможность если я владею информацией то я смогу вам в этом помощь со схемами конечно нет а вот с советом как лучше поступить это я смогу увидимся на канале и